Сегодня в Петрозаводске при участии главы республики подвели итоги зимнего туристического сезона и наметили долгосрочные перспективы развития отрасли. За последние два года поток туристов в Карелию в зимний сезон увеличился на 15%. В рамках форсайт-сессии обсуждались вопросы по повышению доступности и привлекательности туристского продукта Карелии в зимнее время. Собравшиеся отметили, что пока не все возможности используются в полной мере. Мы провели такой предварительный срез. У нас 373 официальных средств размещения, которые могут принимать туристов в зимний период времени. И только в 20% из них у нас сегодня есть достаточная для зимнего активного отдыха палитра мероприятий. В своем выступлении руководитель республики рассказал о формах поддержки туристского бизнеса. Среди направлений развития отрасли глава Карелии выделил такие перспективные для нашего края виды туризма, как событийный, гастрономический, медицинский, охотничий, спортивный. Я, например, считаю, что вообще для Карелии такое понятие, как высокий туризм, ну, высокий сезон, да, оно весьма и весьма условно. Это и есть следствие, так сказать, ну, по сути дела, наших каких-то недоработок для привлечения туристов в другие сезоны. Важную роль в увеличении туристического потока играет развитие транспортной инфраструктуры. Это и хорошие дороги к достопримечательностям Карелии, новые поезда «Ласточка», стабильное авиасообщение, а в перспективе развитие малой авиации, водного круизного туризма, открытие местных аэродромов. Кроме того, подчеркнул Артур Парфенчиков, необходимо увеличивать число туристских услуг и объектов показа. Туристская привлекательность ведет и к повышению инвестиционной привлекательности. Не случайно в республику приходят значительные инвестиции на развитие материальной базы этой отрасли.